Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Перед вами 20 йогуртов. Я попытаюсь съесть все, но это для меня будет, знаете, такой челлендж. Мне реально интересно, сколько я смогу съесть, потому что я йогурты очень люблю и ем их в больших количествах. И мне просто интересно, какой будет мой максимум. Вот 10 штук я уверена, что я съем, а вот насчет 20 я даже не знаю. Посмотрим, ребята. Первый пошел, это со вкусом банана. Как будто прям настоящий банан кушаешь. Опять же, это видео тоже не знаю, когда выйдет. В инстаграме тоже просила вас, здесь тоже попрошу, ребята, ничего про войну, какие-то непроверенные данные писать внизу категорически запрещается. Поэтому мы с вами тоже говорить и рассуждать на эту тему не будем. У нас просто 3 дня уже не было интернета. Поэтому пока что я просто снимаю и ставлю в стороночку. Когда появится интернет, я вам буду загружать по 4 видео. Надеюсь, что в скором времени все это получится и все будет круто. Нет, банановый это вообще нечто. С бананом прям бомба. Я помню в детстве для нас йогурт. Это был такой деликатес, который очень редко покупали. А сейчас такой кайф, ты можешь пойти в магазин и сам себе забабахать мукбанк с 20 йогуртами. Три штуки легко. Двигаемся дальше. Давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы мне позадавали в инстаграме. И вот этот вопрос мне очень понравился. Айка, расскажи, пожалуйста, про свои школьные времена. Было ли такое, что тебя обижали в классе, унижали? Или других, например, одноклассников? Как ты к этому относилась? Я, если честно, особо, знаете, такой героиней не была. Были времена, когда одну девочку постоянно обижали. И я не могу сказать, что я прям за нее заступалась. Потому что мне самой было страшно за нее заступаться. Знаете, как правило, всегда бьют и обижают того человека, который не может за себя постоять. Я поняла, что когда ты даешь отпор, к тебе больше не пристают. В универе одна девочка постоянно придиралась к моей внешности. Как-то угорала, засмеивала это все. Я, конечно, соглашусь, что я, знаете, не супер там красилась и все дела. Но все, можно сказать, в какой-то мягкой форме. Просто подойти и сказать, айка, ты плохо красишь брови, например. Попробуй более светлые оттенки. Или не пользуйся карандашом для глаз, например, на брови. А она просто при всех высмеивала мою внешность, что я не умею краситься и все дела. И я все это как бы терпела до каких-то пор. А потом я поняла, что молчать тоже нельзя. Нужно отвечать. Когда ты молчишь, думают, что ты боишься. Думают, что это слабость. И что на тебя можно вот так вот влиять и давить. У этой девочки было такое тупое контурирование. То есть это просто было такое ощущение, что слева ей дали леща, и потом справа дали леща. И этот человек что-то говорил про мою внешность, что я не так крашусь. Как-то один раз я тоже ей сказала. Я говорю, знаешь, вообще-то тебе тоже не помешало бы сходить к визажисту. И научиться делать контуринг. И тогда она заткнулась. И после этого она как бы меня не задевала, можно сказать, года три. Еще у нее были срезы, и получается она не сидела вместе с нами на уроках. Мы как бы минимум с ней виделись. И она, в общем-то говоря, заткнулась. А когда человек, например, не отвечает и за свои культуры, и за воспитание, другие люди это воспринимают за слабость. Поэтому если вас обижают в каком-либо обществе, просто отвечайте тем же. Просто не показывайте свою слабость. Вот если вы покажете свою слабость, вот тогда она вас будет еще больше и больше наседать и обижать вас. Посидела, почитала комментарии в своем инстаграме. Не то, что комментарии, ответы на историю. Некоторые пишут. Айка, как ты можешь? Ты живешь в Азербайджане и не делишься материалами про войну. Другие пишут. Зачем ты делишься этими материалами? Нам же сказали не делиться. Третьи говорят. Айка, ты же лезгинка. Твоя родина это Дагестан, а не Азербайджан. Почему ты так поддерживаешь Азербайджан? Я такая сижу и думаю, блин, сколько людей, столько и мнений. У меня в запросах на инстаграме сейчас 500 человек. Реально, у меня нету ни времени, ни возможности в связи с этим интернетом добавить вас. Поэтому извините, ребят, если долго добавляю. А еще я сегодня утром проснулась и, можно сказать, пожалела о том, что я перекрасилась в такой черный цвет. Мне кажется, мне как-то не очень естественно смотрится этот оттенок. Как-то глуповато немножко. Где-то, наверное, в 2015-м, может быть, было модно краситься прям в черный-черный, прям с отливом в голубой, в синий, да? Ну, просто так волосы выглядят более ухоженными, блестящими, шелковистыми. Вот всю жизнь, сколько бы я не отрезала волосы, не стриглась, всегда я жалела. Сколько себя не помню. Однажды я подстригла волосы лесенкой. У меня всегда были длинные волосы, и меня ужасно коротко подстригли. Я пришла домой, прям начала рыдать. Сейчас не могу сказать, что я прям рыдаю, жалею, но я не могу сказать, что я кайфую прям от этого цвета. Мне кажется, мне не идет. Надеюсь, что в ближайшее время он смоется. Я так смотрю на себя, и как будто это не я. Все-таки, наверное, это рыжина, от которой я так хотела избавиться, она все-таки мне шла. У меня элементарно, когда я не крашу брови, брови выглядят какими-то светлыми. А мне нравится, когда брови темнее на пару тонов, чем волосы. В общем, вот так вот, ребята. Такие дела. Извиняюсь, это просто нечто. Сколько штук я уже съела? Ну, сейчас уже в конце видно будет. Поэтому, если честно, я пожалела, что покрасилась. Там мама в интернете нашла, как можно смыть черный цвет. То есть от Estelle есть смывка. Но я просто пару раз искупалась. У меня прям вода в ванной была такого коричневого цвета. Я понимаю, что потихоньку цвет смывается. Но я думаю, все-таки это будет долго. Когда я только покрасилась, посмотрела на себя, мне, честно, понравилось. Но потом уже потихоньку-потихоньку, когда я себя видела без макияжа, я просто как-то на себя смотрела, я понимала, что это не я. Вот как будто я смотрю в зеркало и вижу, что не с себя у вас было когда-нибудь такое. Я, наверное, из тех людей, которые не очень любят перемены. Я иногда смотрю на тиктокеров, например, на Дину Си Саеву. Она постоянно меняется. То она блондинка-каре, то у нее длинные волосы, то у нее здесь спереди пряди белые, то эти пряди стали красные. Очень интересно. Но это не мое. Небольшие йогурты, но очень вкусные и сладкие. И водичка у нас здесь с лимоном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ох, восемь! Двенадцать штук уже схомячили. Двигаемся дальше. Следующий. Такие вот дела, ребята. Надела свой костюмчик. Я решила, что вещи, которые я покупаю на скидках и все дела, я буду носить прям с удовольствием дома. Потому что я особо на улицу не выхожу. Почему бы не носить дома и не кайфовать от этих вещей? Все равно куплены они недорого. Почему бы нет? Ой, господи. Давайте эти три штучки тоже схомячим. Так, нет, давайте с этой начнем. Эти йогурты, они чем-то напоминают по вкусу растишку. То есть они без частичек фруктов. Просто однородный йогурт. Я не могу загрузить свои видео. И тут мама начинает. А как же мой канал? А как же мои рецепты? Вечно проблемы с моим каналом. Я говорю, мама, у меня три дня нету видео на моем канале. Причем твой кулинарный канал? Вот перчем, ребят. Гляньте просто, какой густой. Вообще чисто, если спортивный интерес, я могу съесть еще пять штук. Ну просто я уже наелась, если честно. Давайте докажем, что я могу двадцать съесть. Вот я не могла не заляпаться, да? Извиняюсь, я просто не могу без этого. Я еле себя сдерживаю, чтобы не облизнуть вот эту штуку. Они небольшие. Все подумают, что я обжора. На самом деле, ребят, они небольшие, совсем маленькие. Есть большие йогурты, есть маленькие. Вот это маленькие. Особенно банановые. Такие вкусные. Какая-то марка, чтобы вам сказать. И чим. Турецкая, по-моему, марка. Молодцы. Слава богу, сегодня ресторан не поет. Я такая думаю, ура, можно нормально снять видео. Обленилась за последние два дня. Это ужас какой-то. Во-первых, переживаю из-за всех этих новостей. На самом деле, очень переживаю. Потому что у меня тоже есть братья двоюродные. У меня есть мой парень. То есть я тоже переживаю за них. Что все это урегулировалось. И все дела. То есть как-то даже руки не доходили, чтобы прям сесть и снимать видео. Постоянно слышат эти новости. Вот. Но одно хорошо. Наша армия двигается вперед. Уже почти один район уже забрали. Там семь сел. Доедаем. Доедаем. У меня соседи. Вот я не знаю, вы слышите сейчас или нет. Но два дня они очень сильно ругаются. Не знаю, с чем это связано. А у нас вообще шумоизоляция прям идеальная. То есть мы вообще друг друга не слышим. Это как-то морать надо, чтобы у нас тоже слышно было. Мы не подслушиваем, но просто слышно. Все, ребяточки. 20 штук я съела. Не могу сказать, что я прям съела с кайфом. Скорее, наверное, в конце я себя заставила съесть. Но все равно было очень вкусно. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Лайка Эмили. Всем пока.